Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке «Познание мира». Тема нашего урока – «Почему нужно бережно относиться к окружающей среде?». Сегодня на уроке вы узнаете, как предотвращать загрязнение окружающей среды. О том, как хороша природа, нечасто говорит народ. Под этой синюю небосвода, над этой бледной синей вод. Не о закате, не о зыбе, что серебрится вдалеке. Народ беседует о рыбе, о сплаве леса по реке. Но глядя с берега Крутого на розовеющую гладь, Порой одно он скажет слово, и это слово – благодать. Многие поэты и писатели восхищаются красотой природы. Художники пишут великолепные пейзажи, А кына воспевает красоту степей и гор. Композиторы, вдохновленные звуками природы, Сочиняют свои бессмертные произведения. Для кочевников, наших предков, природа была родным домом. Они свободно ориентировались на местности и днем, и ночью. Могли найти путь домой в любое время года. Наши предки считали себя частью природы, Жили в гармонии с ней, радовались ее многоликой красоте. Они бережно относились к степям, лугам, горам, рекам, озерам. От природы брали ровно столько, сколько было нужно, Чтобы выжить в суровых условиях. Бережное отношение предков к природе – пример для нас. Откройте учебник на странице 94. Рассмотрите картину. Назовите основные занятия казахов в прошлом. Казахи в прошлом – кочевой народ. Они жили в основном за счет скотоводства. Они разводили овец, лошадей, верблюдов. Некоторые кочевые народы, кроме того, Занимались охотой или собирательством. Виды сезонных пастбищ – куктил, жалял, хыстау, кузил. Сейчас многое изменилось. Были построены большие города, Появились заводы и фабрики, шахты и рудники. Вооруженный техникой человек решил, Что он перестал зависеть от природы и сильнее ее. Но время шло, и люди стали понимать, Что они не властвуют над природой, а губят ее. Деятельность человека привела к возникновению Экологических проблем на Земле. Давайте определим, что же такое экология. Экология – это наука, изучающая взаимосвязь человека, Животных, растений и микроорганизмов Между собой и с окружающей средой. Также под этим словом понимают окружающую человека, Среду, условия существования животных и растений в какой-либо местности. А что же такое экологическая проблема? Экологическая проблема – это опасные изменения в окружающей среде Под влиянием человека. Рассмотрите схему и попробуйте рассказать Об экологических проблемах, созданных деятельностью человека. Уничтожение лесов. Каждый год вырубается территория, равная площади страны Панамы. В нашей стране ежегодно вырубается лес. Животные остаются без среды существования, без пищи и жилья. Хотя леса в нашей республике занимают лишь 4,2% от общей площади. Согрязнение воды еще больше усложняет проблему нехватки этого ресурса. Гибнут растения и животные, обитающие в водоемах. Заводы и фабрики сбрасывают свои отходы в реки и водоемы. Это нарушает экосистему и вредит всем живым организмам водоемов. Согрязнение воздуха. Каждый день заводы, фабрики, транспорт в больших городах выбрасывает воздух в огромное количество вредных газов. Деревьев становится меньше, а ведь их называют легкими планетой. Планета задыхается от загазованности атмосферы. Истощение природных ресурсов. Человек не всегда рационально использует природные богатства. Большинство полезных ископаемых – это невозобновляемые источники энергии. Без развития альтернативных источников энергии людям не выжить. Проблемы сохранения исчезающих видов растений и животных. За последние 100 лет на планете безвозвратно исчезли 200 видов животных и еще большее количество растений. И одной из острых проблем на планете является скопление мусора. Подумайте, почему мусорные свалки и скопление мусора стало одной из экологических проблем? Вся наша жизнь окружена вещами. Одни мы бережно храним, другие выбрасываем, не задумываясь. Каждая из вещей рано или поздно оказывается на мусорной свалке. В год на каждого жителя крупного города приходится примерно тонна мусора. Сегодня очень важно использовать бытовые отходы повторно. При этом экономится сырье и не происходит загрязнение окружающей среды мусором. Страны по-разному решают эту проблему. Например, Германия остается одним из самых успешных европейских примеров борьбы с отходами. Ее жители начали раздельно собирать мусор еще в конце 1980-х годов. И сейчас в Германии сложилась система глубокой сортировки. Французские власти стараются лучше информировать и объяснять жителям принципы сортировки. Например, в Париже в одно время была распространена система электронных помощников, которые висели над мусоркой и после сканирования упаковки подсказывали, в какую именно урну ее следует опустить. Жители Канады сортируют отходы в специальные контейнеры, синие для стекла, металлических банок, фольги, пластика, пакетов от молока и пластиковых пакетов, черные для бумаги, газет, журналов, картона, зеленые для пищевых и прочих мелких отходов. Япония реализует инициативу Reduce, Reuse, Recycle по сокращению объема, повторному использованию и переработке отходов. Ребята, а как вы думаете, что мы можем сделать для решения или улучшения ситуации с мусором? Раздельный сбор различных видов отходов для вторичного использования. Это необходимо для переработки каждого вида мусора и его повторного использования. Упаковка товаров с возможностью ее повторного использования и переработки. Упаковка может быть бумажной или многоразовой. Биоразлагаемый пластик – это пластмассовые материалы, производимые из возобновляемых источников, таких как растительные жиры и масла, кукурузный крахмал, солома, щепа, опилки, переработанные пищевые отходы. Повышение осведомленности населения – это могут быть рекламные плакаты с призывами, буклеты с разъяснениями. Сокращение потребления пластика – меньше использовать одноразовой неразлагаемой упаковки. В супермаркете брать меньше пластиковых пакетов, а лучше использовать многоразовые сумки. Переработка отходов Природу мы должны беречь и не ломать деревьев ветки, не рвать цветы, костры не жечь и на коре не ставить метки. В контейнер мусорный сложи все то, что в доме вам не нужно. Прекрасным миром дорожи, живите радостно и дружно. Пусть красота земли большой нам жизни светлой помогает. Пусть край любимый и родной поет, под солнцем расцветает. Ребята, вы хорошо поработали сегодня. Оцените себя с помощью лесенки успеха. После урока вам предстоит самостоятельно прочитать материал на страницах 94-96. Придумайте способы повторного использования в быту пластиковых бутылок, тетропакетов, газет, зубных щеток. Подведем итог урока. Вы узнали, что хозяйственная деятельность человека плохо влияет на состояние окружающей среды. Одной из острых экологических проблем является мусор. Для ее решения необходимо каждому задуматься и сделать все возможное для уменьшения мусора на планете. Наш урок подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.